Уход – один из самых важных компонентов реабилитации пациента. Сроки и темпы их восстановления после заболеваний зависят не только от эффективного лечения, но и от организации процесса ухода. Одним из первых реабилитационных мероприятий является правильное позиционирование пациента. Соблюдение рекомендаций способствует уменьшению вторичных осложнений. Это специальное скользящее оборудование, чтобы опричать нашу работу. Участники проекта освоили санитарно-гигиенический уход, кормление в постели, передвижение по квартире и оказание первой медицинской помощи в экстренных случаях. Освоить базовые навыки и узнать о специальном оборудовании помогли специалисты РЭС-центра «Поддержка». На обучение приехали специалисты Хайраканского и Дургенского домов интервью. Чтобы освоить новые знания и навыки, уход за больными – задача не из лёгких. Некоторые люди столкнулись с трудностями по уходу за близкими людьми. Занятия нам интересные, даже полезные. Я думаю, что хорошо, что такую школу создали. Не только сотрудникам или организациям, социальным учреждениям. И даже, наверное, просто любому человеку полезны все эти уроки. Так-то в основном это у нас на работе всё это происходит. Но всё-таки я не медсестра, не санитарка, но всё-таки я должна это знать. В Кызыле подобное обучение проходит впервые. Если первоначальную профессиональную подготовку по повышению квалификации проводит медицинское училище города, то в РИС-центре обучают тех, кто уже ухаживает за пациентами или близкими людьми. После окончания обучения специалисты должны сдать зачёт. Первый поток у нас 36-часовое обучение. Потом на неделю мы даём время, чтобы подготовились за ним, раздадим вопросы. И потом итоговое тестирование этой стации. После этого выдаётся удостоверение. Обучение будут проводить на постоянной основе совершенно бесплатно. Также в РИС-центре поддержка сдаётся в аренду всё необходимое оборудование по уходу за больными людьми. В пользу случая тоже прошу подать заявки тем гражданам, которые ухаживают за тяжело больными родственниками, пройти у нас бесплатное обучение по правильному уходу, оказанию помощи своим родственникам и волонтёрам, и активным гражданам, которые желают обучиться по правильному уходу, по правильному оказанию помощи пожилым гражданам, прийти к нам и пройти бесплатное обучение. Это будет до конца года. Занятия школы долговременного ухода прошли в рамках нацпроекта «Демография» и федерального проекта «Старшее поколение». Основам долговременного ухода за пожилым человеком или инвалидом обучили квалификационные социальные работники Росцентра «Поддержка». На занятия можно записаться по номеру 602-88. Инна Клоян, Буян Кулор, Дарина Даргат, телеканал ТУВА-24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова